2 Паралипоминон, глава 11. 3 Паралипоминон, глава 11. И утвердил он крепости сии и устроил в них начальников и хранилища для хлеба, и деревянного масла и вина. И дал в каждый город щиты и копья, утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. 4 И священники и левиты, какие были по всей земле израильские, собрались к нему из всех пределов. 5 Ибо оставили левиты свои городские предместия и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их и отставил их Иеравам, и сыновья его от священства Господня. 6 И поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам и к тельцам, которых он сделал. 7 А за ними и всех колен израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилю, приходили в Иерусалим, чтобы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. 8 И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Иеравама, сына Соломонова, три года, потому что ходили путем Давида и Соломона все три года. 9 И взял себе Иеравам жену Махалафу, дочь Иерамуфа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Ильява, сына Исеева. 10 И она родила ему сыновей Иуса, и Шемария, и Загама. 11 После нее он взял Маху, дочь Ависалома, и она родила ему Авию, и Оттая, и Зизу, и Шеламифа. 11 И любил Равам Маху, дочь Ависалому, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел восемнадцать жен и шестьдесят наложниц, и родил двадцать восемь сыновей и шестьдесят дочерей. 12 И поставил Равам Авию, сына Махи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его, и действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуда и Вениамина во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. 12 2 Паралипоменон, глава двенадцатая 12 Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. 13 На пятом году царствования Раваама с усаким царь египетский пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа с тысячами колесниц и с шестьюдесятью тысячами всадников. 14 И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Левианам, Сухитам и Эфиоплянам, и взял укрепленные города в Иудеи, и пришел к Иерусалиму. 15 Тогда самей пророк пришел к Равааму к князям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им, 16 Так, говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму. 17 И смирились князья Израилевы и царь, и сказали, праведен Господь. 18 Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано, 19 Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. 20 Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. 21 И пришел Сусаким царь Египетский в Иерусалим, и взял сокровища Дома Господне, и сокровища Дома Царского. 22 Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Равааму, вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших ход Дома Царского. 23 Когда выходил царь в Дом Господень, приходили телохранители, несли их, а потом опять относили их в палату телохранителей. 24 И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа, и не погубил его до конца. 25 Притом и в Иудее было нечто доброе. 25 И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царством. 41 год был Равааму, когда он воссорился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его, имя матери его Наама, Аманитянка. 26 И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. 27 Деяния Раваамовы, первое и последнее, описано в записях Самея Пророка Иадды Прозорливса при родословиях. 28 И были войны у Раваама и Раваама во все дни, и почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авиа, сын его, вместо него. 28 2 Паралипоминон, глава 13 18 18 год царствования Иераваама воссорился Авиа над Иудою. Три года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Михаея, дочь Уриилова из Гивы. И была война у Ави с Иераваамом. И вывел Авиа на войну войско, состоявшее из людей храбрых и 400 тысяч человек отборных, а Иераваам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных храбрых. 19 И стал Авиа на вершине горы Семараимской, одной из гор Ефрем их, и говорил «Послушайте меня, Иераваам и все израильтяне! Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем, навек ему, и сыновьям его по завету Соли вечному? 20 Но восстал Иераваам, сын Набатов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. 21 И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Иераваама, сына Соломонова. 22 Иераваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. 23 И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иераваам сделал вам богами. 24 Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и Левитов, и поставили у себя священников, как и у народов других земель? 25 Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов. 26 А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли Его, и Господу служат священники, сыны Ааронова и Левиты при своем деле. 27 И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение и полагают рядами хлебы на столе чистым, и зажигают золотой светильник и лампады Его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем постановление Господа Бога нашего, а вы оставили Его. 28 И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас, сыны Израилева, не воюйте с Господом Богом Отцом наших, ибо не получите успеха. 29 Между тем Иераваам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди Иудеи, а засада позади их. 30 И оглянулись Иудеи, и вот им битва, и спереди, и сзади, и возопили они Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули Иудеи. 31 И когда воскликнули Иудеи, Бог поразил Иераваама и всех израильтян перед лицом Ави и Иуды, и побежали сыны Израилева от Иудеев, и предал их Бог в руки их, и произвели у них Ави, и народ его поражения сильно, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. 32 И смирились тогда сыны Израилева, и были сильные сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. 33 И преследовал Ави и Иераваама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, Иешан, и зависящие от него города, Иефрон, и зависящие от него города. 34 И не входил уже в силу Иераваам во дни Ави, и поразил его Господь, и он умер. 35 Ави же усилился, и взял в себе четырнадцать жен, и родил двадцать два сына, и шестнадцать дочерей. 36 Прочие деяния Ави и его поступки, и слова, описаны в сказании пророка Адды. 36 И почил Ави с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. 37 И воцарился Аса, сын его, вместо него, во дни его покоилась земля десять лет, и делал Аса доброй и угодной в очах Господа Бога своего, и отверг он жертвенники богов чужих и высот, и разбил статуи, и вырубил под священные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих, и исполнять закон его и заповеди. 38 И отменил он во всех городах Иудинах высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. 39 И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. 40 И сказал он иудеям, построим города сии, и обнесем их стенами с башнями, с воротами и с запорами. 41 Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего, мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон, и стали строить, и имели успех. 42 И было у аса военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина, 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука, 280 тысяч людей храбрых. 43 И вышел на них Зарай и Феоплянин с войском в тысячу тысяч, и с тремя стами колесниц, и дошел до Мореши. 44 И выступил аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мореши. 45 И возвал аса к Господу Богу своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному, помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего, Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек. 46 И поразил Господь Эфеоплян перед лицом асы и перед лицом Иуды, и побежали эфеопляне. 47 И преследовал их аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали эфеопляне, так что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были перед Господом и перед воинством Его. 48 И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. 49 Так же и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. 2 Паралипоменон, глава 15 Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе, и сказал ему, Послушайте меня, Аса, и весь Иуда, и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. 3 Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилю и взыщет его, он даст им найти себя. 4 В те времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. 5 Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всеми бедствиями. 6 Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевает руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. 7 Когда услышал Асославасии пророчество Азарии, сына Адеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие всей земли Иудиной Вениаминовой, и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который перед притвором Господним. 8 И собрал всего Иуды Вениамина, и живущих с ним переселенцев от Ефрема, и Монассия, и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. 9 И собрались в Иерусалим в третий месяц, в пятнадцатый год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч. 10 И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей. 11 А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, мало ли он или большой, мужчина ли или женщина. 12 И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труп и рогов, и радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон. 13 И Моаху мать свою царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы, и неспроверг Аса истукан ее и изрубил куски и сжег на долине Кедрона. 14 Хотя высоты не были отменены в Израиле, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его, и внес он, посвященный отцом его, и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды. 15 И не было войны до тридцать пятого года царствования Асы. 2 Паралипоменон, глава 16 36 год царствования Асы. Пошел в Аса царь Израильский на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Аса царя Иудейского, не приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищницы дома Господня и дома царского, и послал к Винададу царю Сирийскому, жившему в Дамаске, говоря, «Союз да будет между мной и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебро и золото. Пойди, расторгни союз твой с вас, с царем Израильским, чтобы он отступил от меня». 3 И послушался Винадад царя Асы, и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских. 4 И они опустошали и он, и Дан, а я вел моим, и все запасы в городах нефалимого. 5 И когда услышал Асем в Аса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. 6 Аса же царь собрал всех израильских иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял в Аса для строения, и выстроил из них Геву и Мисфу. 7 В то время пришел Ананий, прозорливый, с касси царю иудейскому, и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя Сирийского от руки твоей». 8 Не были ли феопляне и левияне с силой и большей, с колесницами и всадниками весьма многочисленными? 9 Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руки твои. 10 Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. 11 Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны. 11 И разгневался Аса на прозорливость и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. 11 Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. 12 Его деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. 12 И сделался Аса болен ногами на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. 13 Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. 14 И пощил Аса с отцами своими и умер на сорок первом году царствования своего. 14 И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом. 15 И положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. 2 Паралипоминон, глава 17 И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. 15 И поставил он войско во все укрепленные города иудеи, и расставил охранное войско по земле иудейской, по городам Ефремовым, которыми овладел Аса отец его. 16 И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов. 17 Не взыскал он, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. 18 И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. 19 И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высота отменил он и дубравы в иудее. 20 И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам иудинам народ. 21 И с ними Левитов, Шимаи, и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шамираммофа, и Анафана, и Адонию, и Товию, и Тофадонию, и с ними Илишаму, и Арама священников. 22 И они учили иудеи, имея с собой книгу Господа, закона Господня, и обходили все города иудеев, и учили народ. 23 И был страх Господень на всех царствах, земель, которые вокруг Иуды, иудеи, и не воевали с Иосафатом. 24 И от селестимлян приносили Иосафату дары, и в дань серебро, так же аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. 25 И возвышался Иосафат все более и более, и построил в иудеи крепости и города для запасов. 25 Много было у него запасов в городах иудейских и в Иерусалиме, людей военных, храбрых. 26 И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч. 26 Авиа, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. 27 За ними Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. 27 За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. 28 У Иниамина отличный воин Елеада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. 29 За ним Иогазават, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. 29 Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее. 2 Паралипоминон, глава 18 И было у Иосафата много богатства и славы. 3 И породнился он с Ахавом. 4 И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонил его идти на Ромов Галацкий. 5 И говорил Ахав царь израильский Асафату, царю иудейскому, пойдешь ли со мной в Ромов Галацкий, то сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ. 5 Иду с тобой на войну. 6 И сказал Ясафат царю израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь. 7 И собрал царь израильский пророков четыреста человек, и сказал им, идти ли нам на Ромов Галацкий войной, или удержаться? 8 И сказал Ясафат, нет ли здесь еще пророка Господня? 9 Спроси и у него. 10 И сказал царь израильский Асафат, и есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его. 11 Потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. 11 Это Михей, сын Иевлая. 12 И сказал Ясафат, не говори так, царь. 12 И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Иевлая. 13 Царь же израильский Асафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одеты в царские одежды. 14 Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. 15 И сделал себе Сидекия Синхинаан и железные рога, и сказал, так говорит Господь, семи избадешь сириян до истребления их. 15 И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на ромо в Голазки, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя. 16 Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, из реки и ты добрая. 17 И сказал Михей, жив Господь, что скажет мне Бог мой, то из реку я. 18 И пришел он к царю, и сказал ему царь, Михей, идти ли нам войной на ромо в Голазки, или удержаться? 19 И сказал тот, идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши. 20 И сказал ему царь, сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господня. 21 Тогда Михей сказал, я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. 22 И сказал Господь, нет у них начальника, пусть возвратится каждый в дом свой с миром. 23 И сказал царь Израильский Асафату, не говорил ли я тебе, что не пророчество там недоброго, а только худое? 24 И сказал Михей, так, выслушайте слово Господне. 25 Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. 26 И сказал Господь, кто увлек бы Ахава царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галацком? 27 И один говорил так, другой говорил и иначе. 28 И выступил один дух и встал перед лицем Господа, и сказал, я увлеку его. 29 И сказал ему Господь, чем? 30 Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. 31 И сказал он, ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. 31 И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. 31 И подошел Седекия сын Хенаана и ударил Михея по щеке и сказал, по какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе? 32 И сказал Михей, вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться. 33 И сказал царь израильский, возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику и Кеасу, сыну царя. 34 И скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире. 35 И сказал Михей, если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. 36 И сказал, слушайте это все люди. 36 И пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский, к Ромову Галатскому. 37 И сказал царь израильский Иосафату, я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды. 38 И переоделся царь израильский и вступили в сражение. 39 И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав, не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. 39 И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, что это царь израильский. 40 И окружили его, чтобы сразиться с ним. 41 Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. 41 И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. 42 Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лад. 42 И сказал он вознице, повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен. 43 Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице напротив сириан до вечера, и умер на закате солнца. 44 И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире, в дом свой в Иерусалим. 45 И выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливый, и сказал царю Иосафату, 45 Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? 46 За это на тебя гнев от леса Господня. 47 Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской, и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. 47 И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Тверсавии до горы Ефремовой, и обращал их к Господу Богу отцов их. 48 И поставил судей на земле по всем укрепленным городам иудеев в каждом городе. 49 И сказал судям, смотрите, что вы делаете. 50 Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда. 51 И тогда будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога вашего ни правды, ни лицеприятия, ни мзаимства. 52 И в Иерусалиме представил Иосафат некоторых из левитов и священников и главпоколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратился в Иерусалим. 53 И дал им повеление, говоря, так действуйте в страхе Господнем с верностью и чистым сердцем. 54 Во всяком деле спорном, какое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились перед Господом, и не было бы гнева его на вас и на братьев ваших. 55 Так действуйте, и вы не погрешите. 56 И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, а Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты перед вами, будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым. 56 Вторая Паралипоменон, глава двадцатая 57 После сего Мавитяне, Амантинтиане, а с ними некоторые из страны Маоанитской, пошли войной на Иосафата, и пришли и донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они, Хацасон Фамари, то есть Венгедди. 57 И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудеи, и собрались Иудеи просить помощи у Господа, и во всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. 58 И стал Иосафат в собрании иудеев иерусалимлян в доме Господнем перед новым двором, и сказал Господи Божий отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. 59 Не ты ли, Божий наш, и знал жителей земли сей перед лицом народа твоего Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? 60 И они поселились на ней, и построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря, если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом сим и перед лицом твоим, ибо имя твое в доме сим. 61 И воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. 62 И ныне вот амонитяне и мавитяне, и обитатели горы Сеир, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. 63 Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам, Боже наш. 64 Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. 65 И все иудеи стояли перед лицом Господнем, и малые дети их, и жены их, и сыновья их. 66 Тогда на Эзиила, сына Захария, сына Ванея, сына Иеела, сына Матфани, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. 67 И сказал он, слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Асафат, так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. 68 Завтра выступите против них, вот они сходят на возвышенность Цис, и вы найдете их на конце долины, перед пустынью Иеруилом. 69 Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите. На спасение Господне посылаем вам Иуда, Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите на встрече им, и Господь будет с вами. 70 И преклонился Асафат лицом до земли, и весь Израиль и жители Иерусалима пали перед Господом, чтобы поклониться Господу. 71 И встали левиты из сынов Каафовых, из сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. 72 И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему, и будете тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам. 73 И совещал словом с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили, славьте Господа, ибо вовек милость Его. 74 И в то время, как они стали восклицать и словословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, мавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею. 75 И были они поражены, ибо восстали аммонитяне и мавитяне на обитателе горы Сеира, побивая и истребляя их. 76 А когда покончили с жителем Сеира, тогда стали истреблять друг друга. 77 И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне, и взглянули на это многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. 78 И пришел Иосафат, и народ его забирать добычу. 79 И нашли у них во множестве имущества и одежды, драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести. 79 И три дня они забирали добычу, так велика была она. 80 А в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они и благословили Господа. 80 Посему и называют то место долиною благословения до сего дня. 81 И пошли назад все иудеи и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. 81 И пришли в Иерусалим с псалтирями и цитрами и трубами к дому Господню. 82 И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. 83 И спокойно стало царство Иосафатовое, дал ему Бог его покой со всех сторон. 84 Так царствовал Иосафат над Иудеей, 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. 85 Имя матери его Азува, дочь Салаила. 86 И ходил он путем отца своего Аса, не уклонялся от него, делая угодное в очах Господних. 86 Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердца свое к Богу отцов своих. 86 Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царя Израилевых. 87 Но после того вступил Иосафат, царь Иудейский, в общение с Ахозией, царем Израильским, который поступал беззаконно. 87 И соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили не корабль, а в Осион Гаверре. 88 И изрек тогда Илиаздар сын Дадавы из Мореши пророчества на Иосафата, говоря, 89 Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое. 89 И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. 2 Паралипоминон, глава 21 И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него. У него были братья, сыновья Иосафата Азария, и Ехиил, и Захария, и Азария, и Михаил Иосафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилю. И дал им отец их большие подарки серебром, и золотом, и драгоценностями, вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он был первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. 33. Подни его вышел и дом из-под власти Иуда, и поставили на собою царя. 34. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и став ночью поразил и думеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами, и побежал народ в жилища свои. 35. Однако вышел и дом из-под власти Иуда до сего дня. 36. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих. 37. Также высоты устроил он на горах Иудейских, и вел в блужение жителей Иерусалима, и соблазнил Иудею. 38. И пришло к нему письмо от Илии, пророка, в котором было сказано «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путем Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и вел в блужение Иудею жителей Иерусалима, как вводит в блужение дом Ахавов, 39. Еще же и братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя ты умертвил. 40. Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. 41. Тебя же самого, болезнью сильную, болезнью внутренности твоих, до того, что будет выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. 41. И возбудил Господь против Иорама двух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам. 42. И они пошли на Иудеи, и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, и также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахозии, меньшего из сыновей его. 42. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимою. 43. Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. 44. И не сожег для него народ его благовоний, как делали они для отцов его. 45. Тридцати двух лет был он, когда воцарился, и восемь лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. 45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова